Бигмейкингом, вообще саундопродюсированным хип-копом, я считаю, могут заниматься только те, кто не может им не заниматься. Как и, собственно, любым делом, если хотите преуспеть. Потому что нельзя просто понять технологию и сделать то же самое. Музыка, она хороша тем, что она приносит нам постоянно что-то новое. Соответственно, если хочется быть кем-то интересным, стоящим и весом этой культуры, нужно сделать что-то новое. Именно поэтому хип-коп начал битвиться очень сильно. И именно поэтому появилось такое большое количество направлений, которые я вот даже выписан, потому что подготовился к лекции. Так, виды и направления это не настолько важно. Да, и позже еще буду говорить о том, что сейчас битмейкинг развился до того, что это не просто драм-машины и опять же сэмплы, не важно насколько сложные. Это привлечение живых инструментов. Примеры тоже будут перед вами. Кому вообще, например, вы знаете как классического хип-коп-продюсера? Варианты? Пример. Пример. Ага, еще. Каша. Кто? Каша. Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди. Это самое. Пит-Рок, да, красавчик, с него на самом деле пошла вот эта, то есть пошел бум-бэ по многому. Это вот и есть тот самый бейслайн, сэмпл и барабаны. Все очень просто. Пит-Роковщина, так если можно так сказать, сейчас снова вернулась в 2012-13 году в виде любителей олдскула типа Joy Baddest. Кто знает Joy Baddest? Они знают Joy Baddest. Ты знаешь Joy Baddest. Молодец. И ты знаешь Joy Baddest. Ну вот, Бист-Колст. К нему вообще вернемся, потому что на самом деле там все не так просто. Это Joy Baddest такой типа олдскулащий. На самом деле все чуть-чуть сложнее. И вот, собственно, был Нью-Йорк, где кип-коп и появился. И в плане музыки появилась вот так называемая Нью-Йоркская школа. Вот как раз Петро, о котором мы упомянули. И пошли уже ответвления от него. Диджей-премьер, ярчайший представитель. Что из себя, кстати, представляет премьер? Кто-нибудь сможет вообще охарактеризовать, как он звучит? Вот на словах. Это можно сказать и про оффлайн-лотуса, и про кого угодно. Короткие сэмплы подударные. Короткие сэмплы подударные. Ну это МЧ-60, но там понятно мало просто. Ой, у нас появилась картиночка. Диджей-премьер. Ну, например, возьмем, например, вот этот трек. Слушайте, я так 40 минут, мне вообще не хватит. Это, кстати, довольно недависимый трек. Кстати, чем хорош премьер? Нет рекламы про котика. А у нас есть звук? Да. Сейчас я котика пропущу, и будет классно. Как раз звук появился. Вот такой незамысловатый сэмпл. И еще один. Мевизон-скорозачек, мылом сережу. Запомнили, есть как бы сэмпл, сэмпл, сэмпл. Вроде все очень просто. Чем отличается премьер от всех остальных? У него есть несколько секций. Я прям уже углубляюсь, а потом буду более поверхностно. Типа, как различать? Некоторые говорят, как ты различаешь продюсеров страны, я не знаю, города, в которых сделан продажа. Вот диджей-премьер. Услышали, да, что в этом инструментаре? Теперь берем, например, Kanye, KS-1, Rakim, ну прям тоже премьеровский инструментал. Да, 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 все красиво. Вообще-то, кстати, реклама Nike по большому счету. Сам Prima. Проделаем, наверное, последнюю часть. Итак, вот это. Примьер отличается тем, что это человек, который берет сэмпл вполне логичный, который идет, представляете себе, такт разделяется на 4 четверти. Я уже в музыку лезу, извините, потому что это музыка, как бы все-таки. Вот, 4 четверти там есть фундура, говоря, это 1, 2, 3, 4. Туда входит такт, 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 такт. Вот, соответственно, это такт. Вот, что делает премьер? Чем он отличается? Он берет какой-нибудь суперзапоминающий сэмпл. Три доли идет он, и четвертый, как бы это прилично выразиться... О, ни к селу, ни к городу, вот, лучше так. Не пришей, я не дургаю. И четвертый, ни к селу, ни к городу. Таким образом, создается легкое разнообразие. Этим отвечает DJ Premier. Возьмите любой его бит, вы это услышите. Например, кстати, по поводу, например, премьер. Все знают трек Ройс Д'Файв Найна. Этому детройтскому парню еще повезло с продакшеном. Не всегда понимаю, почему. У него, да, конечно же, трек Бум есть. Помните его? Сейчас вы услышите вот эту вот ни к силу, ни к городу сэмпл. Послушайте последнюю часть в каждом такте. И сейчас либо. Понимаете, как бы, то есть здесь прерывается логика скрипичных сэмплов и так далее. И вот, собственно, на этом пример и основывается. Три части идет сэмпл, в котором есть какой-то смысл. Четвертая часть ни к силу, ни к городу. Не пришей рукав. Так, все-таки я это сказал. Вот. И таким образом есть узнаваемый стиль, в принципе, у каждого битмейкера. После этого оттуда, от Пит Рока ответвился очень так же узнаваемый такой персонаж, как Найнх Вандер. Кто знает Найнх Вандера? Найнх Вандер. Ты знаешь, или битмейкер, или знает. Энтон. Энтон, я не знаю, где вы лично. Скорее всего. Вот. Вы на самом деле, вот здесь вот в зеркале сидит, на самом деле, легендарный человек. Вот. И у вас, ну, радуетесь, что он жив. И пока вы уже приходите почаще вообще на все местах, где этот человек есть, потому что он работает со светилами фит-хопа. Вот. Собственно, что хочется сказать. Дальше идет Найнх Вандер. Я иду по Нью-Йоркскому звуку. География сейчас не важна, потому что Найнх Вандер это вообще Северная Каролина. Что он там делает, непонятно. Найнх Вандер человек, который очень любит порубить какой-нибудь соло, ну, завысить его перед этим. Я не знаю, может быть, Диджейн Тон меня подправит. Как появились вообще завышенные вот эти партии с пискалявыми голосами? Было 33 обороты, переключили на 45, правильно? Соул. Таким образом он догнался до 90 ударов в минуту примерно. Ну, там не совсем так, в принципе, было нечто подобное, но просто потом, когда уже начали выглядеть так называемые, ну, там, секенсеры, где уже была вшита функция, например, там, фич, да, ну, была функция вот так называемый, там, стретч или там, фэст-стокер как раз. Вот, то есть, не теряя, может быть, текущего BPM, просто очень сильно завышался, компенсовался сам центр. Ну, да, в общем, это более развёрнутый вариант. Ну, вот, ах, в МОЗД, вроде бы, как скептически смотрит, говорю. Собственно, хотел продемонстрировать не самого Найф Вандера, а что можно сделать, потому что тут у меня есть возможность разложить это по дорожкам, а что он, что он бы сделал на моём месте, вот. А на самом деле, если честно, заниматься копированием или небольшим развитием вообще каких-то направлений битмейкинга, это несложно. Просто потому что ты делаешь то же самое, вот. Совершенно несложно, и я лично к этому прибегаю тогда, когда мне нужно что-то совершенно конкретное, вот в таком-то стиле, типа, кому-то нужен, типа, инструментал в стиле Найт Вандера, опять же. Ты знаешь, что Найт Вандер очень любит драйв соул, резать его маленькими кусочками, самыми выигрышными. И слот уже за годы выражаться прилично. Вот. И, в общем, пускает их практически вознобой.